Добрый день, меня зовут Александр Гончаров. Я наконец-то решился записать свой первый личный подкаст. Расценивать это как пилотный выпуск, что-то может быть вскоре изменится. Но так или иначе, я думаю, что этот проект просуществует какое-то время, поэтому поехали. Этот подкаст я на самом деле задумывал уже в течение как минимум полугода, может быть даже года. То есть точно в конце прошлой осени я собирался начать это записывать под влиянием каких-то других подкастов, которые я слушал на тот момент. Это были Радио Ти и личный подкаст о Тумпу Туна. Ну то есть нечто похожее я хотел бы повторить здесь. Я не уверен, что я в полной мере буду ориентироваться на него. Ну то есть я даже бы сказал, что не буду ориентироваться на него. Не знаю насчет ответов на вопросы. Вообще когда-нибудь будут мне писать здесь какие-то вопросы или нет, но все может быть. Так вот. И почему-то захотелось рассказать про... Я думаю, что какая-то часть слушателей первых выпусков будет из тех проектов, которыми я занимаюсь в свободное время. То есть это YouWebDesign и UVD Games. Мы их начинали вместе с Никитой, но не все удается продолжать вместе с ним. Я очень надеюсь, что подкаст YouWebDesign мы так и будем записывать вместе. Даже если у нас в какой-то момент не будет возможности приезжать и записывать это в одной комнате, то я абсолютно уверен, что мы найдем способ записать как-то это удаленно, потому что технологии на самом деле шагнули вперед. Можно как-то записывать Skype. Может быть качество будет не такое хорошее, как когда мы оба сидим записываемся в хорошие микрофоны и в аудиоинтерфейс. Но это все дела следующих дней. На самом деле я хотел здесь в первую очередь рассказать о том, что ждет эти проекты. Я ими занимаюсь полностью в свободное время, то есть свободное от работы, от личной жизни время, которого иногда становится меньше, иногда становится больше. Не всегда есть мотивация этим заниматься, как у любого другого дела. То есть я думаю, люди, которые давно уже следят за e-web-дизайном, видят, что интенсивность всего происходящего, она на самом деле варьируется. То есть в какие-то месяцы все прям очень хорошо, в какие-то месяцы есть какое-то затишье. Я очень буду стараться, чтобы все проходило ровненько, но на данный момент, вот неделя, я записываю этот подкаст, вот, так сейчас скажу, сегодня 4-23 октября, 2 часа дня по Челябинску. И здесь у нас проходит ремонт, поэтому у меня нет возможности запираться в какой-то комнате и что-то записывать там с двумя мониторами, с ноутбуком, как я это привык делать, потому что все так или иначе находятся в этой же самой комнате. И сейчас я это записываю днём, я работаю удалённо дома, поэтому у меня есть такая возможность. И именно сегодня тот день, когда нам уже поклеили обои на потолок, мы принципиально не натягиваем потолки, потому что натяжные потолки — это какой-то слишком лёгкий способ, мы не ищем лёгких путей. Так вот, нам уже побелили потолки, именно обои потолочные вместе с плинтусами, и теперь они должны какое-то время там отдохнуть, отпотеть, высохнуть, не знаю, как это называется. В общем, у меня появилось наконец-то время записать отличный подкаст. Так вот, кстати, для тех, кто не в курсе, я расскажу жанр подкаста — это импровизация, то есть это что-то вроде радиопередачи, то есть она тоже происходит по какому-то сценарию, но импровизационно. Но только в отложенной записи для того, чтобы соответствовало всё качеству и так далее. Поэтому я думаю, что те, кто не знакомы с этим жанром, могут написать, что очень много воды и так далее, но я не буду ориентироваться на этих людей, мне просто хочется высказать, и я этой возможностью пользуюсь. Так вот, что касается наших проектов. YouWebDesign. На этой неделе всё ещё, скорее всего, не будет вообще никакого контента, то есть уже не было подкаста, не было еженедельника. Сегодня я должен был бы выложить обзор, но его тоже пока не будет, потому что у меня просто физически нет времени. Ещё нужно, кроме того, что я сижу здесь, слежу за строителями, нужно ещё периодически ездить на рынок, покупать какие-то новые смеси, выключатели, потому что, как обычно, в процессе всего не хватает. Сказано было купить 50 килограмм там одного, но там не 50 на самом деле, там порядка 150 килограмм штукатурки какой-то. Её, естественно, не хватило, нужно там что-то докупать. И, ну, вы сами понимаете, ремонт — это такая штука, которую невозможно закончить, её можно только прекратить. Но я вот надеюсь, что если её проводить такими этапами по одной, там, по две комнаты, то в какой-то степени можно будет увидеть тот самый конец. Так вот. И я не уверен, мне кажется, в эту субботу не будет разговоров у экрана, наших тоже и веб-дизайновских, потому что у меня просто не будет времени и места сесть. Я их записываю, на самом деле, в полдесятого по Москве. У нас в Челябинске это полдвенадцатого, то есть у нас два часа разница. И так поздно ночью, мне негде будет просто закрыться и спокойно всё это записать. Тем более мы там пишем ещё лица. Здесь у меня, я даже буду представить, на фоне чего это всё будет происходить, на фоне разрухи. Поэтому эту неделю я точно взял, так скажем, перерыв. Плюс из-за того, что приходится периодически ездить по каким-то рынковым делам, просто на работу очень мало времени остаётся, поэтому приходится расставлять приоритеты. Я надеюсь, что те подписчики, которые сейчас меня слушают, они это всё поймут. Я думаю, через неделю, там, какого числа, двадцать, двадцать, не помню, двадцать шестого, что ли, начнётся понедельник. Да, двадцать шестого. Я думаю, на той неделе какие-то видео уже появятся, но тоже не в полном объёме, я не могу ничего обещать. Скорее всего, это будет двухнедельный такой перерыв, вынужденный, потому что по-другому не получается. Что касается сайта, я надеюсь, в конце этой недели я его всё-таки дообновлю. Всё ещё в рамках того же шаблона, который есть, просто чуть-чуть увеличу конверсию, беру наконец-то здоровую картинку с главной. Может быть, в тот момент, когда вы будете слушать этот подкаст, эти изменения, кстати, уже и произойдут. Всё возможно. Так вот, я верну обычный блоговый стиль, размечу больше каких-то мест под платную рекламу, потому что очень много людей обращаются по поводу того, чтобы разместить баннер на сайте, и нужно как-то... Кто я такой, чтобы отказывать этим людям в том, чтобы взять у них деньги? Поэтому я думаю, что это будет иметь смысл. Да и, в принципе, весь этот тренд с большим изображением в хедере, он больше для стори-теллинга. Если у нас есть какой-то один большой пост, то нам нужно рассказать целую историю, мы двигаемся вниз-вниз, всё вылетает и так далее. То, что можно называть посадочной страницей для конкретной статьи или там историей, как это сейчас, хотя, ну, называют, хотя по факту это примерно то же самое. Мы с Никитой в подкастах это периодически обсуждали. Вот. Я вернусь к более традиционному какому-то формату на сайте. Для удобства восприятия там нужно починить поиск, ещё там несколько заняться перелинковкой, чтобы все разделы были более прозрачно понятны. То есть не просто обзоры, подкасты там и так далее. То есть те, так скажем, рубрики, которые придумали мы сами, а те рубрики, которые уже приняты в комьюнити, там CSS, WordPress, SVG. То есть я думаю, с учётом таких рубрик контент будет более структурирован, и люди, которые приходят на сайт, будут больше, быстрее понимать, что им вообще здесь нужно. Что касается брендинг-платформы, я думаю, так и продолжим это всё развивать, хотя очень бы хотелось находить время на Инстаграм. Но, к сожалению, из-за того, что Инстаграм работает только с телефона, меня просто, ну, я телефоном очень мало пользуюсь, забываю постоянно, что он вообще существует, и публиковать что-то с телефона в рамках вот такого кросспостинга, которым я обычно по утрам занимаюсь, я по утрам на таймеры всё везде ставлю, там, в ВК, в Фейсбуке, в Твиттер, ретвичу там на ходу в течение дня. Поэтому я очень хотел бы заниматься Инстаграмом, но я очень сильно жду, когда они наконец-то сделают веб-версию, с которой тоже можно будет что-то постить, причём желательно по таймерам. Это будет просто... это будет просто шикарно. Что касается проекта УВД Геймс, им я занимаюсь в ещё более свободное время, просто потому что эти ролики требуют большого количества времени для записи, они в среднем получаются по 30 минут-час, и я их выпускаю каждый день. То есть, ну, на самом деле, я, конечно, это записываю разом, то есть в один день у меня есть какие-нибудь 3-4 часа перед сном, я сижу, это записываю, потом их по очереди выкладываю или в какой-нибудь выходной день, если моя девушка работает, то у меня тоже есть время в этот момент пока посидеть, позаписывать, чтобы это потом в отложенном режиме всё выходило. Что касается развития этого проекта, я хочу вернуться к введению опять брендинг-платформы, несмотря на то, что я всё ещё занимаюсь Google+, ну, просто это очень удобно, с YouTube выкладывают сразу на Google+, для лучшей индексации. Я думаю, что я дальше займусь как минимум твиттером, я не уверен насчёт группы ВКонтакте, она какая-то... хотя, может быть, и ей займусь тоже просто для кросспостинга между этими проектами, может быть, я вообще не буду заниматься этим кросспостингом, посмотрим. К слову, о какой-то площадке типа сайта, я собирался сделать сайт для VD Games, просто для того, чтобы потренироваться в создании сайтов, сделать ещё один какой-нибудь интересный шаблон, что-нибудь поверстать, то есть просто в рамках хобби, каковым этот проект и является, я думаю, сделаю тоже этот сайт, а что касается непосредственно записей, то моя вышеупомянутая девушка тоже хотела бы присоединиться к этим записям и ближе к Новому году или, может быть, даже после Нового года мы закупим нового оборудования, ещё микрофонов, камер каких-нибудь и на самом деле весь контент он выйдет на новый уровень, на его дизайне в том числе, то есть мы... Я перееду в другую квартиру, это всё будет как-то уже больше мне подконтрольно, я смогу там целый угол весь брендировать, посвятить этому всему и более продуктивно просто выпускать видосы. Я думаю, что проект ждёт второе или, может быть, третье дыхание, я уже даже сбился со счёту, по какому счёту это считать. Ещё я в сегодняшнем выпуске хотел рассказать о таком небольшом феномене, как гитарные струны. Вообще, очень часто, мне кажется, в принципе, в любом деле люди, которые делают какое-то дело, они делятся на два типа. Люди, которые заморачиваются, люди, которые не заморачиваются. Большинство людей, которых я встречал, которые играют на гитарах, неважно, акустические они или электронные, они не сильно заморачиваются по поводу струн. То есть, кто-то заморачивается по поводу эффектов, там покупают какие-то боссовские педальки, компрессии, там и так далее. То есть, особенно те, кто этим деньги зарабатывает. Но почему-то струны все покупают те, которые у нас здесь продают, типа там Деодарио, я не знаю, какие-то Лабелла. Я даже сейчас не вспомню всех этих фирм, но их просто, даже фендеровские струны иногда встречаются. Кстати, они, по-моему, и не очень плохие, они не хорошие. Так вот, я всегда был жертвой, не знаю, маркетинга, рекламы, но с тех самых пор, как у меня появились инструменты и акустическая и электронная гитара, я покупал на них струны фирмы Диэр, это американские струны. И на самом деле у нас в Челябинске их всегда было очень сложно достать. Их только в одном магазине продавали, Джамбо, он там недалеко от Академии культуры находится. То есть, типа для шарящих пацанов. И начиная с этих кризисов конца 2014 года, когда скакнул доллар, мне хозяин магазина сказал, что типа их больше не будут заказывать, потому что их покупаю только я практически. И нет смысла по одной, по две пачки заказывать, если, ну, просто даже оптом не получится. Поэтому с тех пор я заказывал их на eBay, разные варианты пробовал. Для акустики я пробовал последний раз санбимы или даже, да, санбимы, кажется. В общем, бронзовые с гексагональным сердечником. И недавно порвал первую струну, поэтому нужно будет заменять. Я попробую, кстати, те вот эти санбимы, которые я попробовал, если я точно помню, что санбимы сейчас из-за того, что ремонт, я даже не могу найти коробку, по-моему, их. Они были с очень тугим натяжением, я думал, что это будет неплохо, но, собственно, это и есть неплохо, это зависит от того, в каком стиле вы играете, но с тугим натяжением достаточно сложно, потому что они бухают очень громко, у меня гитара формы дредноут, здоровая такая, поэтому они сильно бухают, нужно что-то помягче, я вот присмотрелся к их бренду Rare, Диеровскому, и там тоже бронзовый с круглым сердечником, я возьму потоньше, я брал, типа, там, 13-56, какие-то, ну, достаточно толстые, больше, больше среднего, я думаю, я вот раз возьму что-нибудь, типа, 10-48, 10-50, или 11-50, но что-то потоньше, и у них натяжение помягче, чтобы можно было делать какие-то бенды и так далее, то есть, ну, чуть попробовать сменить стиль, посмотреть, как такие струны на дредноуте звучат, потому что лучше они, конечно, звучат на гитарах поменьше, но почему бы и не поэкспериментировать. Возвращаясь еще к теме покупок в онлайн-магазинах, кроме eBay, мне приходится часто покупать что-то на Алиэкспрессе, не в том смысле, что там, хотя я, если честно, не знаю, что обычно там покупают, то есть, я в Твиттере, в ленте часто вижу, что кто-нибудь что-то заказал с Алиэкспресс, и там радуется, что посылка пришла в течение недели, они на самом деле достаточно быстро стали приходить. Ну, в течение недели редко, но иногда в течение полутора недель, в течение двух не сравнится с тем, что с Америки посылки иногда идут по месяцу, по полтора. я заказал себе запчастей для техники, потому что пришло время заменить. Я разбил экран на телефоне, собственно, с того момента все и началось. Я понял, что нужно заказать новый экран, и вообще-то я всегда их покупал в магазине Профи, это федеральная сеть, там было достаточно дешево всегда, около двух тысяч стоил всегда экран на пятый айфон, у меня все еще пятый, и как-то я даже не вижу смысла его пока менять на другой, но посмотрим, может быть я абсолютно по-другому буду разговаривать, когда выйдет седьмой, там или что-то еще дальше, но тем не менее. Да и в принципе пятый просто еще сильнее устареет к тому времени. Так вот, экран стоил две тысячи, там две двести около такого, а сейчас, из-за опять же повышения цен, он стоил четыре четыреста на тот момент, когда я его разбил, и что-то я пожадничаю, решил заказать на Алиэкспрессе, потому что там он стоил всего две семьсот. Кроме этого, я заказал туда же в телефон новую батарею, которая, кстати, на полном серьезе держит заряд лучше, то есть, забегая вперед, скажу, что все уже, что я заказал, оно пришло, и сейчас я эту историю и закончу. Я заказал еще батарею к старому своему ноутбуку, MacBook Pro не ретина 2011 года, по-моему, Эли 2011, ранний 2011 год, из-за того, что я с ним активно учился и работал еще в ВУЗе, я его постоянно носил то на улице, то куда-то еще, батарея пришла в негодность настолько, что ее прямо вспучило, и чуть крышку алюминиевую не выдавило, то есть, ну, ее реально выгнуло, но винты ее удержали. Я когда это заметил, я быстро батарею старую выкрутил, выкинул нахрен, причем, я каюсь, я ее не отнес там в Эльдорадо или в МВидео, в корзины, где стоят, типа там, вот сюда выкидываете свои старые батареи, я просто их выкинул на мусорку, не знаю, почему вообще их нужно выкидывать отдельно, напишите в комментариях, если, если кто-то знает точно, но вот так вот. И новую батарею заказал, вот это все в одной посылке было. И четвертый предмет это набор микрошвабера со средством для очистки матрицы в зеркальных фотоаппаратах, потому что так получилось, что мне нужно было почистить на том фотоаппарате, который я брал в отпуск, потому что на узкой диафрагме вообще все прям в волосках, всяких песчинках и большое количество фотографий, я не знал, что оно так, то есть, я до этого не сильно интересовался фотографией, не пробовал это все, а тут просто отпуск в Европе подвернулся, пришлось как-то заняться, попробовать, и я увидел, что вот такая беда с матрицей, надо было тоже почистить. Экран для телефона пришел быстрее всего недели через полторы после того, как я его заказал. И я его быстро поменял, я давно уже занимаюсь заменой всяких запчастей в технике Apple, начиная с iPod mini там 2007 года, если мне память не изменяет, еще с мелким жестким диском на 4,8 гигабайт iPod mini второго поколения. Такой раритет у меня тоже есть, мне его сестра отдала, она его в Америке покупала, как по work and travel ездила году в 2006 как раз. Так вот, техника Apple, она достаточно легко ремонтируема, ну кроме iPad'ов, конечно, там значительно сложнее это все, но тоже терпимо. поэтому я сам этим занимался, я поменял экран и первые 3 дня он даже нормально работал, а после этого он стали идти какие-то вертикальные полосы, всякое хреновое оно получилось, и ну я нагуглил, что это проблема со шлейфом, то есть шлейф какой-то или бракованный, или пережатый, или какие-то контакты бракованные, но факт в том, что экран и по сей день работает очень хреново, я открыл на самом деле спор на Алиэкспрессе с этим продавцом, написал, что типа вот так и так, приложил фотографии и говорю возвращай мне все бабки, он сказал мы все бабки можем вернуть только если вы вышли типа этот экран назад, я понятия не имею вообще как это высылать там что-то в Китай назад, стоять в очереди опять на почте, вот это все, поэтому я написал нет типа чувак, я не согласен, я типа получил товар, который не соответствует описанию, я хочу все деньги назад, кстати говоря, на ebay я как-то раз заказывал очки Ray-Ban, они оказались паленые, несмотря на то, что они стоили там порядка 100 долларов, то есть ну не 10 долларов, как это обычно бывает для паленых очков, а все-таки вот около сотки, вот, и я написал там продавцу, сказал типа чувак, так и так, он сказал ой-ой-ой, только не пиши мне типа негативный рейтинг, я тебе все вернул, и может даже мне ничего не высылать, меня похоже обманул поставщик, не знаю, было ли это правда, обманул ли его поставщик или нет, но деньги он мне действительно все вернул через Paypal, причем в течение там нескольких дней это все произошло, и очки так и остались у меня, потом благополучно их мой отец разбил, поэтому они какое-то время они отслужили, ну так вот, и я даже забыл, к чему я, а, так вот, здесь я спор на Алиэкспрессе тоже открыл, но продавец не уступал, и вот недавно, мне тут буквально пару дней назад Алиэкспресс написали типа чувак, мы тебе предлагаем так, или мы тебе возвращаем 80% стоимости, или мы тебе возвращаем 100%, но ты отправляешь этот экран назад, я посчитал, что ждать, вот ради 20%, ждать пока этот экран туда придет, ждать потом пока эти деньги придут, мне проще сразу получить 80% и пойти здесь в рознице, купить этот экран, опять же в профи, теперь он не 4 400, а 3 900, 500 рублей скидка, практически скидка, но просто на самом деле, видимо, закуп уменьшился, не знаю, но я уже так и быть не буду жадничать, потрачу эти деньги, и в профи-то их можно заменить, то есть если вы не сняли защитный слой, то есть чтобы подтвердить, что это тот самый экран, а не просто вы какой-то паленый хотите вернуть, можно заменить, если он не работает, и поэтому очень быстро и легко я скорее всего добьюсь того, что у меня будет работающий экран и за чуть меньшие деньги, чем можно было получить тогда, хотя если бы я тогда сразу за 4 400 купил, может быть бы все было значительно проще. Что касается других товаров, которые я здесь на Алиэкспрессе заказал, то есть батареи для ноутбука, батареи для телефона и набора для чистки матрицы, они все пришли в течение 2-3 недель, то есть около такого времени, и все было в порядке, то есть батареи к телефону подходят, к ноутбуку тоже подходит, кстати батареи к ноутбуку, она была 2013 года, но у нее не было ни одного цикла зарядки, то есть она была реально новая, но вот такая штука с тем, что она 2013 года получилась, что у ее здоровья 92%, то есть аккумулятор немного потерял в емкости, может быть сейчас он чуть-чуть наберет от того, что я буду его заряжать туда-сюда, то есть как-то разогреется что ли, но я не думаю, что сильно, то есть, ну, если вы собираетесь заказывать новые батареи для каких-то своих устройств, то знайте, что они все равно не будут в полном понимании новые, а вот такие чуть-чуть, чуть-чуть полежавшие, хотя это все зависит на самом деле к какому устройству вы батарею покупаете, потому что, ну, я в конце концов для старого ноутбука 2011 года заказывал и может быть к нему комплектующие ровно в 2013 и перестали производить. Следующая тема, которую я бы хотел обсудить, это годовщина, моя годовщина в Твиттере, то есть моему аккаунту, который сейчас в веб-сайне называется, может быть при создании он назывался по-другому, как моя почта личная, вот, ему исполнилось 6 лет какого-то там 20-го что ли октября или там, ну, в общем, на прошлой неделе, я точно сейчас не скажу какого числа, но можно в принципе посмотреть фоном. Так вот, и на самом деле я прям даже задумался о том, как 14-го, 14-го октября это было. Как быстро пролетело время в том смысле, что я тогда еще учился в институте 6 лет назад и о Твиттере я узнал из сериала «Теория большого взрыва». Они, по-моему, начиная с второго или третьего сезона шутили про Твиттер, тогда это был там такой начинающий стартап калифорнийский, и им было реально прикольно пользоваться, там было очень мало людей, там были в основном знаменитости и вот такие гики и энтузиасты, которые о нем услышали, то есть его не сильно пиарили, и в нем как-то уютно что-либо, то есть, наверное, это простая такая человеческая ностальгия, но вот прям очень с теплом вспоминаю те моменты. Я как раз даже подписывался на аккаунты типа героев из сериала «Теория большого взрыва» Леонард, Шелдон, Радж и Воловец, по-моему, у всех четырех уже тогда были твиттеры, тогда же потом появились твиттеры у актеров, причем не у всех, у актера, который играет Раджа, по-моему, появился, у Джима Парсонса, который играет Шелдона, был тогда аккаунт на твиттере, а у других актеров они появились значительно позже. Русская комьюнити твиттерная была очень маленькая, мы практически все, те, кто в Челябинске им пользовался, всех я знал и, в принципе, даже с некоторыми людьми познакомился из-за твиттера, это даже как-то, ну, тоже, это ностальгически, ну, и во-вторых, конечно, институт, мы тогда вместе с Никитой там зарегистрировались, он даже там на несколько недель раньше, чем я, хотя точно не помню, но, по-моему, так, прям, 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 прям интересно, это все было, было все только на английском, был бум на твиттерные клиенты, тогда не было стандартного клиента для iOS, было несколько, было несколько платных, типа, твити, твиттерифик, твиттерифик при этом был бесплатный, твиттератор был, может быть, твитбот уже появился, хотя, мне кажется, он появился значительно позже, я с тех пор, как появился клиент твити 2, пользовался именно им, он, по-моему, был бесплатный уже на тот момент, или, может быть, он даже был платный, я его взломал, потому что я тогда еще занимался джейлбрейком, все может быть, но, примечательно то, что именно этот клиент в итоге стал официальным твиттер-клиентом, прям, я даже какую-то гордость чувствовал за то, что мой выбор одобрили сами чуваки из твиттера, хотя, может быть, разработчик твити, я не помню, как его зовут, Джон Доу, или как-то, я не вспомню сейчас, как его зовут, неважно, он, может быть, просто предложил это твиттеру, я точно сейчас сказать не могу, но как факт. Кстати говоря, именно он в приложении твити впервые придумал концепт pull to refresh, то есть, когда вы тянете за верх экрана, оттягиваете вниз для того, чтобы обновить ленту, вот это он придумал в том приложении, и потом, я не знаю, Apple, видимо, когда купила приложение, купила и патент на это, несмотря на то, что этот патент сейчас все нарушают, кому не лень, и да. Тогда же, кстати, в тот же момент, в теории большого взрыва, я узнал про игру Doodle Jump, это очень крутая игра на телефон, но потом она появилась и на iPad уже году, в 2011, в Америке, я уже играл в нее на iPad, и это единственная игра, которая и по сей день установлена у меня на телефоне, то есть у меня на телефоне уже пару лет нет никаких игр, ну я, может быть, какие-то Angry Birds тоже поностальгировать устанавливал на какое-то время, но вот так на постоянке у меня на телефоне живет только Doodle Jump, и это такое удивительное постоянство, может быть, я в него раз в недельку играю, тоже для того, чтобы поностальгировать, но прям мне это все напоминает те времена, когда, собственно, теория большого взрыва все еще была реально таким интересным гиковским сериалом и не превращалась в «Как я встретил вашу маму», как это происходит сейчас, то есть просто какая-то мыльная опера про отношения, не то чтобы это не было интересно, просто изначально это не было концепцией, я в любом случае все равно досмотрю до самого конца, мне просто интересно, чем закончится история этих героев, но какую-то свою изюминку, какой-то свой шарм и обаяние этот сериал, по-моему, безнадежно потерял, хотя я уверен, что они могли бы еще вернуться к прежнему формату, но он просто не так хорошо продается, как нынешний, то есть здесь, как в капитализме, самое главное — это увеличение ВВП, в сериальном бизнесе, самое главное — это увеличение аудитории, а увеличивать аудиторию, не меняя концепцию с гиковской на общую такую человеческую, конечно же, не получается, поэтому я могу всех понять в этой ситуации, но так вот чисто по-потребительски, конечно, хотелось бы, чтобы сериал какую-то свою аутентичность сохранял, этого не происходит, увы. В эту же тему сегодня утром объявили, что шоу «Разрушитель и легенд» Mythbusters, которое я смотрю еще со школы, то есть годы с 2006 или с 2005, его закрывает Discovery в 2016 году, то есть в январе будет последний сезон, я не знаю, скольки он серий там будет, может быть, там 5-6, ну не очень много, они в последнее время короткие сезоны стали делать, шоу закрывается, и в какой-то степени это тоже, это прям аж в груди ищемит от того, что все это уходит, что все меньше и меньше вещей связывают меня со школьными годами, с университетскими годами. На самом деле этого можно было ожидать, потому что еще в 2014 году из «Разрушителей и легенд» ушла, ну точнее не ушла, а просто продюсеры выгнали команду строителей, Тори, Керри и Гранта, которые занимались именно такими более масштабными мифами, менее научными, более масштабными, типа там построить кусок здания, взорвать его и посмотреть, а что будет, если его взорвать слева, а не справа, то есть просто потому, что Discovery выяснили, что аудитория не растет, а падает, а бюджеты только росли, потому что все, так скажем, легкие мифы уже были проверены, типа там просто взорвать, а уже нужно взорвать с помощью там ракетного топлива и так далее, поэтому бюджеты росли, аудитория падала, они пытались безнадежно добавить всякой интеграции с соцсетями, типа там твити во время сериала, там лучшие твиты мы зачитаем, там прям здесь, в бегущей строке, но аудитория все равно не росла, видимо она уже присытилась этим всем, не знаю почему, может быть все начали переключаться на, ну то есть в South Park это периодически высмеивается, что все телевидение в Америке, это уже там голограмма, какая-то перелинковка с соцсетями, то есть ну просто интернет стал приносить больше денег, и я думаю вскоре телевидение все умрет и уменьшится до какого-то платного стримингового сервиса, ну то есть останутся только кабельные сети и там пара федеральных каналов, на которых все время будет там излучать или вещать о том, пропаганду о том, что мы хорошие и все остальные плохие, я думаю вскоре так это все и произойдет, поэтому да, наши любимые шоу уходят, умирают, а для меня Разрушитель и Легенд всегда было тем шоу, его очень качественно снимали, то есть оно начало выходить в HD как раз года с 2007-2008 в Full HD, и я смотрел, и я всегда как бы у меня была, не скажу ностальгия, но я английский учу с 4 лет, причем учу американский английский, я ходил в типа в кружок, или как это я назвать, не знаю, английский клуб, и Людмила Викторовна, которая нас учу, у меня была подруга из Америки, Фрида, которая к нам периодически приезжала, и поэтому мы учили американский язык со всеми вытекающими последствиями, то есть мы учили американскую культуру, то есть американские блины вместо там британского бекона с яйцами и так далее, то есть я всегда Америку люблю больше, чем Британию, и это на самом деле все увеличилось, когда в школе мы начали учить британский английский, он мне уже казался каким-то смешным, то есть произношение было совсем другое, это, кстати, очень хорошо видно, когда начинаешь смотреть сериал «Шерлок» BBC-шный с Бенедиктом Камбербетчем и Мартином Фрименом, они все очень смешно произносят там «кант» и так далее, там «signature», то есть у них такой достаточно грубый и немягкий язык, кстати, таким же языком говорит Джонни Айв, дизайнер Apple во всех рекламных роликах, ну он британец просто, поэтому у него такой говор сохранился, поэтому я британские сериалы в оригинале смотрю очень неохотно и тяжело, потому что британский говор просто выносить не могу, и в принципе Англия это, конечно, страна, которая, по-моему, себя уже полностью изжила, так вот для меня «Разрушитель и легенд» всегда был шоу с такой отсылкой в Америку, потому что они на самом деле обычные чуваки, то есть обычные рукастые, так скажем, мужики, хэнди-мэны, если говорить по-английски, и всегда они в Сан-Франциско это снимали, но кроме того, что их мастерская находится в Сан-Франциско, они все время в пригородах где-то что-то взрывали, на каких-то карьерах, на каких-то полигонах, там, озерах и так далее, пейзажи американские, вот эти вот пустоши и так далее, они прям всегда как-то манили, и потом, когда мы съездили с Никитой и Саньковым в Аляску, я прям увидел это все вживую, и после этого, когда увидел, для меня разрушители легенд были тем мостиком назад в Штаты, это прям воодушевляло, я постоянно ностальгировал, и, конечно, этого будет не хватать, но вот с того 2014 года, когда команду строителей расформировали, оно, конечно, потеряло какой-то шарм, они были достаточно прикольные, несмотря на то, что я всегда на Адама и Джемме, то есть на основную команду больше ориентировался, как-то они мне больше нравились, но их всегда разбавляли, так скажем, молодежь, хотя там тоже молодежь такая сомнительная, они лет на 10-15 всего лишь младше, ну, на 10 скорее, поэтому что-то шоу потеряло, и именно поэтому оно, вот именно тогда, в 2014 году, начало сходить на нет, бюджеты стали урезать, стало понятно, что когда-то это все закончится, вот к тому и пришло, поэтому очень-очень грустно. Еще пара тем, которые я хотел сегодня затронуть, это новые приложения для YouTube и Google+. Я, когда занимаюсь вот этими проектами и веб-дизайном ВДГеймс, так или иначе, все они с самого начала крутятся вокруг YouTube, то есть это изначально были ролики на YouTube, и, кстати говоря, надо отдать должное, если бы не мой одноклассник Андрей Нохрин, который учился в том же вузе, что и я, он только на факультете лингвистики, я не знаю, если он когда-нибудь послушает этот подкаст, Андрей, привет. Так вот, он записывал как раз летсплей на YouTube, и его даже, у него было там порядка тысячи подписчиков, что, в принципе, достаточно нормально, если говорить о таких как бы невылезанных летсплеях, которые без веб-камеры и голых баб на фоне снимаются. Для такого типа роликов, тысяча подписчиков, это более чем нормально. Так вот, именно тогда я подумал, а почему бы тоже не снимать что-нибудь на YouTube? И в тот же момент я как раз в институте активно начал заниматься веб-разработкой, там для курсовых работ, потом дипломную сделал с помощью веб-технологий, и я прям понял, что надо попробовать, мы вместе с Никитой и Саньком это поняли, начали этот проект как-то развивать, и так или иначе все, в общем, началось с YouTube, им же и заканчивается, что называется. Google выпустил новое приложение, называется YouTube Studio, творческая студия. Оно на самом деле дублирует тот же раздел творческая студия, который есть внутри аналитики, ну не внутри аналитики, внутри YouTube, в котором есть несколько разделов, там панель управления, ну панель управления, это что-то, что по-русски это дашборд, по-русски это дашборд, слышали, да? По-английски это дашборд, и там просто сразу последнее видео, последние комментарии, последняя статистика и так далее, то есть там просто можно кое-что посмотреть, посмотреть, кто сколько смотрел видео, кто что комментировал, это прям, да, из этой консоли это очень удобно делать. И теперь появилось такое мобильное приложение на телефон, дико удобное на самом деле. Мне всегда приходится, чтобы поотвечать на комментарии, мне нужно зайти прямо на YouTube, открыть в этом же 2000 творческой студии раздел «Сообщество», посмотреть на все последние комментарии и начать просто отвечать. Теперь я могу это делать с телефона на ходу, плюс использовать там эмодзи, которые... На самом деле их можно и на компьютере использовать. У меня Mac, поэтому можно использовать комбинацию Ctrl-Command-Пробел для того, чтобы вызвать эмодзи. Любые из них использовать я тоже использовал, но с телефона это, блин, прикольнее, реально. То есть надо отдать должное Google. Они сделали очень крутое приложение для YouTube. И YouTube Analytics здесь даже, что касается выручек по рекламе, здесь прям такие крутые какие-то отчеты, можно прям анализировать. То есть они сильно занялись YouTube. Тем более, что сегодня как раз мне пришло уведомление от YouTube, что начиная с какого-то там 28-го что ли октября в Америке откроется YouTube Red. Не путайте с RedTube. Это такая штука, которая будет платный YouTube за 10 долларов в месяц, и у вас не будет нигде показывать рекламу. То есть, грубо говоря, про YouTube. Это к этому, всё к этому шло. Я даже удивлён, что так много времени это у них заняло. Но вот как-то так. То есть они сейчас весь инструментарий тоже подготавливают, чтобы ещё больше аудиторию увеличить, людей завлечь. Очень не хотелось бы, чтобы это была такая последняя агония перед смертью, что называется. То есть когда, опять же, чуваки пытаются обновить свой сервис для того, чтобы как-то выпутаться из последнего пути, но на самом деле все уже понимают, что всё идёт к завершению. Я бы очень не хотел, чтобы YouTube шёл к завершению. Хотя, конечно, я думаю, сейчас бы они поржали надо мной, потому что даже у нас на канале постоянные росты. Я надеюсь, они такими и останутся. Конечно, иногда рост сокращается, иногда рост увеличивается, если говорить в процентах. Но, тем не менее, как-то очень позитивные прогнозы. И обновилось приложение Google+, которое обновилось вместе с редизайном самого Гугла и Google+, соответственно. Оттуда я никогда им не пользовался. Оттуда я сейчас тоже активно начал в Google+, всё там тыкать по сообществам по разным, постить и так далее, рассылать по кругам для того, чтобы увеличить ссылочную массу на сайт и чтобы просто больше людей узнало о нашем проекте. Из этого приложения очень удобно добавлять в круги, где-то оставлять какие-то комментарии тоже там, где вы постили, какие-то записи. В общем, удобные такие два приложения. Несмотря на то, что само приложение YouTube мне по-прежнему не очень нравится. Я не знаю, я сейчас в него зайду и посмотрю, можно ли там на ходу менять аккаунты, потому что раньше нельзя было менять. Вот я сейчас тоже не могу. Я аккаунт-то добавил, а каналы, которые на этом аккаунте привязаны, я сменить не могу. Мне нужно полностью выйти и после этого полностью зайти и выбрать другой канал. Вот это всё ещё неудобно. Я не знаю, будут ли меня представители Google слушать в этом подкасте, но, блин, чуваки, это реально неудобно. Есть ещё, конечно, приложение YouTube Capture, YouTube Объектив так называемый. Он позволяет прямо с айфона снимать ролики, сразу постить их на канал, а там какую-то мелкую обработку делать. Оно у меня тоже установлено на телефоне. И я его использовал один раз, когда мы под каштымом ставили сцену, подрабатывали с Никитой и с Саньком, опять же. Я записывал там, как собаки развлекаются под прикольную музыку. Я прям, я каждый раз пересматриваю этот ролик, он у меня на моём личном канале есть. И ржу до слёз, это смешно, называется «Собаки под каштымом». Я, может быть, в пост описания к этому подкасту его тоже положу просто ради прикольчика. Оно было снято с помощью приложения YouTube Capture. Оно удобное. Если вы хотите с телефона какие-то ролики запуливать на YouTube, оно мне, по-моему, даже по 3G тогда его зааплодило, и всё было нормально. То есть прям, прям получилось неплохо. И последняя тема, которую я бы хотел затронуть в сегодняшнем подкасте, это потребление журналов и газет. Вот такая вот необычная тема для чувака, который находится в IT-отрасли. Я, начиная с Америки, периодически читал журнал Scientific American. Я его там покупал, просто чтобы качнуть английский язык и просто удовлетворить какое-то своё любопытство по научным делам. У нас тогда были интересные дисциплины в институте по плазмонике и так далее. То есть там прям фундаментальная основа всяких физик. Прям я тогда очень сильно был энтузиастом в этих делах. Проходил в iTunes U курсы из MIT по физике. Прям в базовом вузовском курсе физики я на тот момент очень хорошо разбирался. Но мне хочется верить, что я сейчас неплохо разбираюсь. Если вдруг нужно будет, то эти знания, они очень быстро вернутся. Просто потому что не в 5 лет я их получал, уже в более сознательном возрасте. Так вот. И на самом деле есть переиздание этого журнала Scientific American на русском, называется «В мире науки». Но оно не то чтобы переиздание. Я не знаю, как это правильно и корректно называется. Но, в общем, вот выходит условный номер Scientific American за апрель, и в июне или июле выходит русский номер «В мире науки» с той же обложкой и почти теми же статьями. Кроме того, что 80% контента берется реально из Scientific American, переводится очень крутыми переводчиками, реально крутыми, не как переводчики приложения для Mac Source 3, в которые настройки перевели, то есть настройки «Preferences», в данном случае там «Опции», перевели как «Предпочтения». И когда я прям смотрел на «Предпочтения», я даже не думал это нажать, я думал немного о других «Предпочтениях», меня здесь спрашивают. Но это оказались те самые настройки, в которых я как раз хотел сменить язык обратно на английский, потому что это было просто чудовищно. Так вот, в «Мире науки» переводят реально крутые чуваки, и 80% контента — это переводы с английского издания, и 20%, может быть, 15%, 10% — это статьи, интервью с русскими академиками, с русскими учеными, если они там что-то тоже разрабатывают. Прям интересно и гордость берет, на самом деле, это очень круто. Так вот, этот журнал, он приходит в Челябинске, только в киоске «Вечерний Челябинск». В «Роспечать» почему-то они не приходят. Я прям спрашиваю, и тетеньки даже не знают, что такой журнал существует, а он между тем существует. Так вот, в «Вечернем Челябинске», оказывается, можно что-то заказывать. То есть можно просто позвонить диспетчеру, несмотря на то, что на сайте «Вечернего Челябинска» диспетчера просто сотовый телефон, мобильный лежит, там какого-то оператора мегафона, по-моему. Можно туда позвонить и сказать, девушка, у меня вот киоск номер 18, а я узнал, какой у меня киоск, типа, можно мне туда каждый месяц присылать, типа, журнал «В мире науки», я буду его выкупать. А «Наминского», конечно, обязательно. И когда вот вышел октябрьский выпуск, году, ой, году, числа так, 8-го, 10-го, октября, мне пришла смс-ка на телефон, типа, «Уважаемый клиент, придите, пожалуйста, в ваш киоск, получите журнал за 96 рублей». Я помню отчетливо, что я покупал в августе номер за 150, там, или 160, точно не помню. Но он был двойной, то есть август плюс сентябрь был сдвоенный номер, потому что Scientific Americanу было 60 лет, то есть там большой такой объемный журнал, много статей, много там всяких хвалебных речей и так далее, прям ура-ура, двойной выпуск. Я думал, ну, наверное, двойной выпуск, он 150-160 рублей, а вот одинарный будет уже по 96. Я дошел до киоска, говорю, типа, женщина, мне вот я заказывал здесь номер, мне надо бы его как-то это, получить. Она говорит, да-да-да, окей, типа, он прям отдельно даже запакован в такой упаковке, был скотчем, обернутый, и там был штрих-код, она его пробила, написано, все, 96 рублей, типа, окей. Я говорю, круто, все, подаю деньги. Она говорит, так это, а вы посмотрите, молодой человек, там типа еще новый вышел. Я говорю, так это вроде тоже новый. Она говорит, ну нет, вы идите, посмотрите, он там 160 стоит. Я подхожу, и там тот же октябрьский номер стоит 160 рублей. Я говорю, женщина, я говорю, это тот же самый, но, видимо, если заказывать, то есть какая-то скидка, причем, ну тут почти 50%, ну не 50, конечно, но 40%, вот так. Она говорит, блин, я даже не знал, то есть вот, я тоже не знал, оказывается, если заказывать напрямую, вот в вечернем Челябинске, я не знаю, слушают меня люди из Челябинска или нет, надеюсь, что слушают, получается значительно дешевле, чем просто покупать, подходить журнал. Вот такой вот лайфхак для вас. Не знаю, первый пилотный выпуск, наверное, буду заканчивать, хотя, нет, не буду заканчивать, хотя вообще поговорить про беженцев сейчас прям, активно всю эту тему в СМИ мы сирии, хотя, честно сказать, я не знаю насчет СМИ, я не очень смотрю телевизор, а в Твиттере все аккаунты типа Russia Today, которые все называют там пропагандой, враньем и всяким говном, там нигде уже давно нет ни про каких беженцев, в основном про нашу операцию в Сирии, которая на самом деле прекрасна чуть более, чем полностью, но сейчас не об этом. Так вот, что касается беженцев, недавно была новость, что в Дрездене прошел митинг из 40 тысяч человек, Дрезден — это восточная Германия, столица Саксонии, против беженцев, то есть там радикальные немцы, радикально правые, я имею в виду, и просто там сочувствующие провели митинг там численностью 40 тысяч человек против беженцев. Я понимаю, что Дрезден — это как раз тот город, в который я постоянно езжу к друзьям, я у них там неоднократно жил, в школе даже учился. Я им звоню, говорю, типа, «Ребят, что у вас там с беженцами? У нас опять, пойди там, все врут, преувеличивают». Они говорят, «Блин, Санек, слушай, не врут». Их настолько стало много, что мы даже Каролину, это их дочь, не хотим выпускать на улице после там 6-7, ну, когда уже реально темно и мало немцев на улицах остается, потому что, типа, беженцы, и беда, они там пьют, срут, срут по углам и так далее. То есть, ну, прям, прям обстановка достаточно криминогенная становится, плюс постоянные столкновения беженцев с теми самыми радикальными немцами, радикально правыми, ультраправыми. А, видимо, такие немцы все еще есть, видимо, у них как бы в жилах все еще течет кровь тех самых чуваков. Поэтому вот, вот такая, на самом деле, оказывается атмосфера. Когда я там еще был, я там был в последний раз в августе, вот этого года, 2015-го, уже говорили о пребывающих беженцах, я их видел немножечко в районе вокзала, видел палаточные городки, но, то есть там, ну и на самом деле, кроме того, что там палаточные городки на всяких школьных, вузовских стадионах прям были устроены, пока типа каникулы, на лето. И во всех газетах там отец семейства, у них, он читает все еще газеты реально бумажные, ему приносят каждое утро, там все, все первые полосы, конечно же, только про беженцев, потому что, ну, у них это типа реальная проблема. И говорили прям, там даже сама Меркель приезжала в Хайденау, это город под Дрезденом, пригород небольшой там, ну, меньше, чем Пирна, то есть там, ну, меньше ста тысяч человек в нем живет, ну, сколько-то живет, короче говоря. Она там приезжала, выступала, как раз, что типа, чуваки, успокойтесь, все нормально, беженцы, они, ну, как бы беженцы и беженцы. Но вот нет. А в Ницце, когда мы были, тоже в том же августе проездом, там уже вообще полгорода всех этих беженцев, разных, арабских, африканских, они прям, жутковато. Мы прям приехали из пригорода Ниццы, где мы останавливались там на кемпинге, на электричке, и все прям заполонено, все привокзальное, весь привокзальный район в четырех-пяти кварталах вокруг вокзала, он полностью заполнен этими чуваками, жутковато на самом деле. Так вот, и я даже не знаю, что теперь у них будет к Рождеству, я там был на Рождество в 2010 году, там все так мило было, прикольно, рождественские ярмарки, сосиски, глинтвейн, там, горячий шоколад, все ходят, радуются. Что у них там будет теперь на главных площадях, где, видимо, одни беженцы теперь, я даже боюсь представить, но у них мир немного рушится. И на самом деле есть такое предположение, очень здравое, по поводу того, что, в принципе, если смотреть по цифрам, то за последние несколько лет в Европу прибыло порядка там 10-15 миллионов этих беженцев. Или даже в одну только, да, да, в Европу, в Европу. А сейчас вот в этот последний беженский кризис их прибыло там типа 500-600 тысяч. Ну, то есть, их не прибыло в два раза больше, чем там было и так далее. Их просто очень много прибыло разом. И просто это очень стали освещать. Раньше это просто никто не освещал, никто не говорил, ну, много турков по Германии ходит и ходит, но никто как бы не говорил, что это там жертва каких-то там военных конфликтов и так далее, просто гастарбайтеры и все. Было удобно, этим пользовались и так далее. А теперь, я думаю, это на самом деле не я думаю, это распространенное мнение, теперь я думаю точно так же, что европейцы сами все это провернули, с помощью американцев в том числе, потому что большинство изначальных публикаций по поводу беженцев и так далее были все на американских блогах, с американских айпишников. Это привет Ашманову и партнерам, которые занимаются всем анализом вообще таких всяких искусственно-интеллектуальных систем, которые, да, они занимаются разработкой искусственно-интеллектуальных систем, которые анализируют трафик, анализируют новостные вбросы, смотрят, насколько они искусственные или естественные. И вот большинство искусственных бросов-пробеженцев были, конечно, со стороны американцев, и американцы, я думаю, договорились и с турками, и с греками, там, на выгодных условиях, туркам отдали ИГИЛ на попечение, а грекам дали денег, чтобы там свои все долги погасить, чтобы через них наладить транзит очень организованный и хороший, то есть там же куча перевалочных лагерей, кучу дерьма, надо постоянно вывозить воды, пить его, еды подвозить, даже если их за деньги продавать, нужно просто логистически это всё устроить, это сложно. Так вот, европейцы с помощью американцев это всё сделали, чтобы решить какие-то свои внутренние проблемы, то есть на самом деле Европа очень сильно закредитована, даже в Германии госдолг составляет от 90% ВВП, и это самый оптимистичный в Европе показатель, то есть Германия всегда была такая достаточно строгая в отношении госдолга, и то он у них уже составляет 90% от ВВП, скоро они его не смогут, так скажем, обслуживать, а люди-то уже привыкли жить с преференциями, им нужна была какая-то внешняя угроза, на которую нужно всё это свалить для того, чтобы кучу непопулярных реформ всяких внедрить, то есть там понизить социальные выплаты, пособия, я не знаю насчёт будут ли они увеличивать пенсионный возраст ещё и так далее, но в общем нужно им много таких непопулярных мер ввести, и поэтому они завезли разово кучу беженцев, отлично осветили это прям с вертолётов, там со всех верхних камер, как футбольный матч в HD, как они там прут сначала по Хорватии, там по Венгрии, там в Македонии прут, как все там этому сопротивляются и так далее, то есть это очень сильная показуха, конечно, и прям вот всем европейцам-то реально засрали бошки о том, что вот беженцы, беженцы беда, поэтому нам надо сейчас затянуть пояса и так далее, они же там жертвы войны, и в общем, потому что иначе с тем, куда их экономика катится, конечно, Меркель было бы сложным сидеть на стуле, и в принципе, да не только ей, а вообще всей Европе, Кэмерону наконец-то удалось заявить о том, что они не очень хотят быть вообще в Евросоюзе, то есть это тоже, я думаю, они сделали заодно с американцами, Кэмерон там позвонил Обаме, а точнее даже не сами публичные политики, этим же аппарат занимается на самом деле, то есть там замы всяких министров и так далее, в правительствах они связались, договорились, что типа американцы, поспособствуйте наплыву беженцев в Европу, чтобы мы могли спокойно там выйти из Евросоюза и быть уже там с вами, может они сейчас какое-нибудь отдельное партнерство, еще союз США и Великобритания организуют, несмотря на то, что в какой-то момент были злейшими врагами, Посмотрим, как будут развиваться события, это прям интересная тема, я даже бы не такое сильное значение этому придал, если бы реально не связался со своими друзьями в Дрездене и не спросил, как вообще обстоят дела, и не ужаснулся от того, что дела на самом деле обстоят хреново, так что вот так, подписывайтесь на меня в соцсетях, пишите комментарии в блоге под новостью об этом подкасте, задавайте вопросы какие-то на следующий выпуск, я не знаю, насколько регулярно это сейчас будет выходить, в дальнейшем я планирую каждую неделю выпускать такой подкаст, может быть он не всегда будет такой длинный, хотя я даже сейчас не знаю, сколько уже записалось, я тут в Эйблтоне по секундам написано, хотя 34 минуты получается в сумме. следите за развитием наших проектов, спасибо всем за то, что послушали, удачного всем дня, пока!